Всем мое почтение, друзья, и сегодня, 18 мая 2022 года, появилась информация, очень такая смешная и заставляет задуматься. Наконец-то в России нашли замену Жириновскому, и эта замена Леонид Слуцкий. Он стал новым лидером фракции в Государственной Думе ЛДПР. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты от партии ЛДПР. И, по сути, это новая замена этому Жириновскому. Где-то они даже чуть-чуть похожи. Но вот я сомневаюсь, что хоть какое-то право голоса будет иметь вот этот Слуцкий. Это человек, который будет полностью под таблуком Путина, Кремля. Тогда-то хоть Жириновский делал вид, что противится Кремлю, хоть играл такую роль, этот даже и играть не будет. Наверное, они и мочтанули этого Жириновского для того, чтобы поставить этого Слуцкого. Уже давно такие слухи говорили о замене лидеров партии КПРФ и ЛДПР. Зюганов, наверное, согласился, ждет своего времени. А Жириновский, наверное, сопротивлялся, не хотел уходить. Из-за этого его и решили, так сказать, по-мягкому убрать. А вы вот что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. В России уже 12-й поджог военкомата с начала открытого вторжения в Украину. Вы вдумайтесь, 12-й. На этот раз подпалили военкомат. Как вы видите вот на фотографии, два кабинета здания, в том числе архив, выгорели полностью. Кинувшие коктейль Молотова не задержаны. И я хотел бы им пожелать удачи. Я надеюсь, что будет и 13-й, и 14-й, и 16-й, и 15-й, и 20-й военкомат сожжен в России. И это будет очень хорошая новость для меня. И вот в связи с этим хотел бы поинтересоваться у вас. Как вы считаете, кто поджигает вот эти военкоматы? Их поджигают те, кто не хочет идти служить? Или какие-то лояльные к Украине люди? Диверсанты или партизаны? Вот как на ваш взгляд? Напишите в комментариях. Появилась вот такая информация. Поток на въезд в Украину через западную границу 8 дней после 9 мая превышает поток на выезд. Демонстрируя рекордные показатели с начала войны. Вот на ваш взгляд, на взгляд простого человека, вот что это может быть, что это может означать? Это то, что у людей появилась надежда на лучшее, и они возвращаются домой, и то, что в Украине рано или поздно наступит мир? Или все-таки, как говорится, в гостях хорошего дома краше? Вот на ваш взгляд. Я лично считаю, что все-таки, даже если и беда, то дома лучше. Не все смогли пристроиться хорошо туда, куда они выехали, за границу. Не везде так хорошо, как это все расписывают. Люди решили возвращаться и так-то обустроивать быт свой. А вы вот что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Появилась вот такая вот хорошая новость. Канада запретила въезд президенту Российской Федерации Владимиру Путину и еще около тысячи россиян из его окружения. Об этом сообщил министр общественной безопасности страны. Я лично считаю, что это, конечно, прекрасная, хорошая и радостная новость. Но так это повлияет и на войну в Украине. Трудно сказать, что это повлияет очень сильно. Но просто, так сказать, для настроения это очень хорошо. Путину надо запретить въезд везде, кроме Колымы. Появилась вот такая вот хорошая новость. Австралия ввела в санкции против одиозного эцнардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщил министр иностранных дел Австралии. Вот так вот нигде не любят бедного Кива. Остается бродить ему по трассной площади и грустно вслипывать. А как вы считаете, расстроится Илья Кива, что его в Австралии кенгуру не увидят? Или нет? Или все-таки, если бы он мог в Австралию въезжать, и он бы вешал бы свою лапшу кенгуру? Или все-таки даже кенгуру бы ему не поверили? Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что Австралия ввела санкции против Кивы. Появилась вот такая вот информация. С Российской Федерацией депутат Государственной Думы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, 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 новым государственным флагом Российской Федерации. Вы вдумайтесь, что там у людей в головах? Одни за Российскую империю, другие за Российскую Федерацию, третья за СССР. Такое впечатление, что они живут в басне Крылова. Лебедща, щука, рак и вот тянут три разные стороны. Когда они уже разорвут эту Россию на три части. Правильно, когда-то Путин сам сказал, что Россию можно только уничтожить изнутри. И я надеюсь, что у них это все получится.